Спорт Анзор Ребята, во-первых, поздравляю вас с хорошим выступлением, все-таки я считаю попасть на пьедестал на чемпионате России дорогого стоит, тем не менее, вас самих спрошу, насколько удовлетворены, Сергей, бронзовая медаль, как это был потолок того, что на что-то сегодня способен или все-таки был прицел на большее? При тех обстоятельствах, при которых я поехал на чемпионат, то, наверное, на 80% я удовлетворен результат. Что за обстоятельства? Травмы, травмы. Была травма руки, получил еще летом, и вот как бы перед самим сбором я, получается, проводил сбор акклиматизационный 10 дней в Чите в самой. И за три дня до отъезда в Читу я ударил руку, и у меня она просто была разбита. Весь сбор я ее берег, и на чемпионате там повезло мне, что хорошие катманы, и я с ними знаком, и как бы все эти нюансы с ними обсудили, и руки тейпировали хорошо. И как бы, ну, более-менее сохранил руку, не разбил. Ну, психологически тяжелее было, то, что это все равно момент боязни была ударить. И, наверное, это тоже сказалось. Ну, а вообще изначально цель стояла за золото побороться? Вот если бы не было бы травмы. Ну, конечно, изначально, конечно, попасть в финал, а там побоксировать с Муслимом Гаджи Магомедом. Это у нас призер Олимпиады, финалист. С ним было бы интересно побоксировать. Ну, знаете, я не очень удовлетворена результатам, потому что финальный бой закончился со счетом 3-2. Ну, если честно, там уже все решили, мне кажется, еще до финала, кто должен победить. Бой провела неплохо. Ну, и до этого все бои тоже выиграла. Ну, хорошо провела. Ну, разочарована. Ну, я, да, в общем, я разочарована, потому что считаю все-таки, что должна была уже выиграть этот чемпионат. Для меня это был пятый финал чемпионата страны, и все-таки я ехала за золотом. Ну, в принципе, после декрета я считаю, что тоже неплохой результат. Да, ну, это возвращение такое. Ну, было возвращение на Спартакеаде. А, да, возвращение. А это уже вот все-таки Спартакеада, новые соревнования, не совсем понятен их статус. Ну, и еще, после Спартакеада я еще поменяла весовую категорию. На Спартакеаде я буксировала в 57, а тут я вернулась все-таки в свой родной вес, в 54. Вот. Попадалась там и завоевала серебряную медаль. Сергей, ну, а ты экспериментировать не намерен? 92? В плюсы? В плюсы или, наоборот, в минусы идти или в минусы? Нет, ну, 86. Мне комфортно в самом весе, до 92 килограмм. Как бы, прям себя там замечательно чувствую. И даже хочется еще чуть-чуть прибавить сейчас весе, чтобы можно было придерживать вес, даже сгонять. Чтобы, ну, физику нарастить, наверное. Как бы, чтобы... Потому что многие ребята, я знаю, что угоняют даже в 92, там, есть люди, которые со 100 килограмм делают вес. Как бы, хочется килограмм 95-96 весить, чтобы чуть-чуть придержать вес, и, как бы, скорость появляется, и сила, мощь была. Ну, надо кушать побольше. Ну, это, на самом деле, такой... И мышечную массу наращивать. Долгий процесс, именно правильные мышцы нарастить, чтобы у тебя... Ну, просто жир. Да, чтобы у тебя и сердечно-сосудистая система работала, чтобы ты мог и дышать, грубо говоря, как когда я в 92 вешал, а также в 95. Ну, то есть, примерно так. Ну, а вообще есть понимание, что может быть однажды в супертяжах, где самое статусное, почетное? Ну, не исключено, потому что я расту, мне всего 23 года, человек до 25 растет. Может быть, я еще вырасту и там покрепчаю, возмужаю еще. Ну, то есть, конечно, не исключено. Саян, ну, вот скажи, переход 54, дальше в этом же весе и вообще, что дальше? Ну, ты сама говоришь, пятый финал вот прошел, разочарование. Недавно приезжал вот Гайдарбек Гайдарбеков, олимпийский чемпион по боксу и многократный чемпион России. И вот после одного из таких стартов, он едва, после одного из таких финалов чемпионата России, где он тоже говорит, что отдали незаслуженную победу сопернику, он едва не бросил бокс. Но, тем не менее, его убедили остаться. И после этого была победная олимпиада, победа над Головкиным, почет и слава. И после, вот уже потом, он закончил с боксом. Вот у тебя какие мысли по этому? Разочаровывает, когда разочарование, конечно, да, хочется завязать, бросить и так далее. Ну, по поводу того, чтобы закончить и не тренироваться, я еще пока не думаю об этом. Вот, я дальше буду тренироваться, выступать. Ну, посмотрим, что решит главный тренер. И вообще по стартам, не знаю, по поводу там, олимпиады или еще что-то. Но я сейчас в олимпийском весе, поэтому шансы есть. Вопрос будет ли олимпиада? Да, вопрос в другом. Будут ли вообще эти старты? Если я не буду, то да, конечно, я буду выступать и буду бодаться. И сто процентов буду выигрывать у них. Вот, вопрос только в том, что будут отдавать или нет. Потому что все-таки сейчас сборная больше ориентирована на молодых. К сожалению, мне этого не приходится делать. Но все равно будем стараться, будем тренироваться. У меня еще день рождения. Ой, с чем у тебя и поздравляем. Спасибо. День народного единства. День народного единства Саяна родилась. И это здорово. Саян, Сереж, ну а вот скажи, ты вообще сталкивался с такой ситуацией? Ну вот, всегда ли удовлетворяет судейство на крупных турнирах? Наверное, давай так, на уровне России начнем. Да, бывают, конечно, такие спорные моменты. И очень большая конкуренция. Начнем с того, что очень большая конкуренция. И встречаются два равненьких боксера, и они показывают равный бой. И очень сложно судить такие бои, потому что там чуть ли не каждый удар нужно считать. То есть, и поэтому очень часто возникает, особенно на чемпионатах страны. Особенно, когда ребята начинают бороться уже за медальную часть, то есть уже за выход в полуфинал. Когда, грубо говоря, там, ну, отсеиваются ребята, да, и вот сильнейшие выходят вперед, и тогда начинаются уже такие конкурентные бои. Особенно, если члены сборной встречаются, то есть уже, которые, мастера спорта международного класса, то есть между собой там всегда. Бывают даже очень такие, даже сказать, можно грязные бои, потому что просто хотят выиграть уже там. Не красиво отбоксировать, а просто выиграть. Ну, это все-таки место сборной и зарплаты. То есть, ну, очень много моментов. Ну, давай так, ну, вот мы провинция все-таки. Ты хоть и в параллельном зачете, он тоже. У тебя Хакасия, Чита, Забайкальский край, да, получается. В Читинской области сейчас нет, правильно, Забайкальский край. И федеральный центр. Вот когда встречаетесь с этими спортсменами, все-таки судейство всегда адекватное. На примере Саяны вот это вот очень давно прослеживается, да? Ну, да. То есть, не будем говорить, да, что всегда однозначно, да, Саяна там выигрывает и там однозначно отдают неправильно, но все равно где-то вот этот момент имеет место быть, да? Ну, вот когда вот идет уже за медали, за результат. Бал накинули там, еще что-то. Вот в твоем случае как? Может быть, не то, что бал накинули, а если спортсмен известен и выступает на хорошем уровне, допустим, чемпион России, против них, конечно, будет сложнее, потому что если они, допустим, стабильный результат показывают на всех турнирах, допустим, двухкратный, трехкратный чемпион России, то есть с ними уже сложнее. Если даже будет где-то равненький бой, я думаю, все равно судьи где-то предпочтение, возможно, отдадут им. Ну, всегда по-разному это происходит, поэтому... Ну, наша задача выигрывать явно, чтобы это просматривалось. Нокаутом, проще говоря. Ну, это сложно, сложно, тем более даже в женском боксе это очень сложно. Да-да. Ну, в мужчинах, как бы, в тяжелых весах, конечно, бывают нокауты, в легких реже бывают, но... Ну, сложно, в таких перчатках они неударные, так сказать. У тебя, получается, есть, да, пара видео подписанных, там, жесткий нокаут чемпионата России... Ну, было, было, да. Молодой мастер из Хакасии. У тебя, кстати, на страничке, на страничке в электронной энциклопедии, посвященной тебе, написано, что ты панчер. Насколько ты с этим согласен? Ну, относительно согласен. Эту страничку, кстати, создал какой-то человек, и я до сих пор не знаю, кто это. После моего выступления на турнире Кубок Победы, там мы проводили четырехраундные бои по полупрофессионалам. Перчатки были как раз уже десятиунцовые, уже как в профессиональном боксе схожие. И вот тогда создали страничку. Интересно, теперь вот есть в Википедии. Саян, скажи, пожалуйста, ну, а ты вот как... Ну, понятно, ну, не панчер, да, наверное, все-таки, что ты больше заряжена на удар. Она темповик. Ну, да, я больше темповик, я постоянно поднимаю темп и стараюсь соперника как бы... Утомить. Утомить, забросать ударами, вот, и там уже как получится. Нет, ну, вот финальный бой, который был на чемпионате России, собственно, да, темп был вообще очень неплохой с твоей стороны. Ну, да, я, как бы, наоборот, в третьем раунде думали, что я уже устану, а я, наоборот, только прибавила. Меня, наоборот, больше сдерживали с первых секунд. А я, мол, передний, передний, вот, а соперница была левшая, а мне, а с левшой, ну, как бы, нужно... Ну, понятно, там, передний, вот, но начинать атаки лучше с задней руки. Вот, мне маленечко, ну, помешали, ну, бог с ним. Вот, но можно еще отвечу на вопросы. Мне, вот, мне больше нравится выступать на международных соревнованиях, нежели на всероссийских. Вот, потому что на международных соревнованиях судейство абсолютно другое. И на международных чувствуешь себя по-другому. Как-то ты боксируешь уже, как за Родину, за Россию, вот. Вот, а когда на всероссийских, то там, наверное, начинается уже, это наш боксер, это не наш бы боксер, это мы отдаем, а он известный, этот неизвестный, этого надо протащить. И вот, и начинается вот это, как-то местная возня. А на международных ты приезжаешь, ты за Россию, и фигня. Нет, ну, все-таки мы знаем, да, и судейство там тоже на международных турнирах не всегда бывает хорошо. Ну, это когда ты боксируешь уже на вот таких вот, типа, как чемпионаты мира, Европы, то там, да, идет. А когда ты на турнирах выступаешь, то такого не наблюдается. Ну, Сергей, вот у тебя случился в этом году международный турнир, понятно, да, статус международного там стран не так много было, в Гомеле, да, ты выступал? Да, конечно. Насколько хорошее получилось соревнование? У нас сейчас ищем активно замену вот международным стартом крупных, на которых наши спортсмены не принимают участие, во всех видах спорта это происходит. Насколько это действительно, ну, какое-то позволило ощутить вкус международного турнира? На самом деле, это мой первый такой был старт международный, и было очень интересно. На полуфинальные бои было народу, грубо говоря, там 40 человек, зал хороший, большой такой локомотив. 40 человек на трибунах, и то там, наверное, половина спортсменов было, зато на финальные поединки забили полностью зал, это было просто здорово. В середине зала ринг стоял, то есть и такая поддержка была. Ну, конечно, там болели за, в основном, да, за белорусов, ну, и наши ребята. Чем еще интересно, когда ты приезжаешь на международные соревнования, что тебя поддерживает вся сборная, и как бы даже, грубо говоря, там ребята некоторые в твоем весе, они, ну, все как-то сплочаются, и все поддерживают друг друга, и болеют. Это прям тоже заряжает, это интересно. И просто у меня были такие впечатления очень хорошие. Я уступил участнику Олимпиады, но после боя ко мне подошли ребята, дети, человек их 7-8, и просто они меня просили автограф, то есть мне так было приятно. Да, мне там подарили. Вот это слава пришла. Да, то есть я думаю, блин, к нему не подходят, а ко мне подошли. Ну, наверное, им было интересно, все-таки там два таких высоких спортсмена там встречались, это как бы... И я боксировал еще с местным боксером, то есть он сам был с Гомеля, и, ну, видимо, им понравился бой. Понравился бой, видимо. Вот прошедшие турниры Чемпионата России, самые сложные поединки. И почему они были сложны? Ну, наверное, финальный бой, потому что он был психологически сложный, потому что ты боксируешь уже за чемпионство. А первые бои такие были. Ну, то есть, собственно, соперница, может, ничем и не удивила, но вот именно психология она дала себе знать. Да, психология, вот больше психология была. А соперница, в принципе, ничем не удивила. Знакомая, да? Мне кажется, соперница удивила тем, что по ходу турнира она выбила двух чемпионок России, Карину Тазабекову и Наталью Самохину, вот этим она, наверное, удивила. Может быть, тогда судьи на нее и обратили внимание, это, может, тоже такой фактор был. Ну, да, я вот и говорю об этом, то, что она, получается, на предварительных поединках выиграла у чемпионок. Вот, и поэтому финал был решен уже еще до финала. Молодая девушка, да? Да, молодая, вот, и какого там, третьего или четвертого года. То есть, рядышком. Сереж, ну, у тебя, ну, были там предварительных поединков, у тебя был с дагестанцем такой бой, ну, скажем, наверное, физически тяжелый, в первую очередь, грязноватый оппонент, если честно, ну, мне так показалось. Вообще, какой вот ты бой, самый сложный? Ну, самый сложный, ну, все сложные, ну, наверное, второй, наверное, бой выделить, потому что я взял реванш у боксера, там, с Москвы, у Лебруса. Ну, третий бой, третий бой тоже непростой. Наверное, психологически был сложнее, сложнее всех. Ну, еще приходилось, я долго включаюсь, и в трех боях я все, во всех я проиграл первый раунд, то есть, мне приходилось второй, третий забирать. В третьем бою я и второй раунд, но 4-1 проиграл, а третий выиграл, то есть, ну, вот, не хватило, наверное, если бы переломил второй раунд, и третий бы, так бы, и был в финале. Ну, то есть, такие моменты, нужно делать определенные выводы и двигаться дальше. Стоян, ты смотрела за поединками Сергея? Ну, да, я так наблюдала, получается, когда у Сергея был чемпионат, мы как раз готовились на свой чемпионат, вот, и смотрели за поединками мужскими. Вот, я смотрела, да, конечно, мы болели всей семьей, наблюдали, как там идет чемпионат, вот, и, да, бои такие были, вязкие у Сергея, вот, и соперники такие грязноватые. В общем, мы поддерживаем друг друга, там, ну, в социальных сетях, то есть... Да, 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 мы общаемся, переписываемся, вот. Ну, я как бы, это... Стоит ли ждать какого-то пополнения, вот, ваше когорд? Вас пока двое, вот, сборная Россия, вы пока даже выпадаете из статистики, вообще, честно говоря, ну, мы все прекрасно понимаем, да, что до вашего появления у нас, собственно, давненько не было сборников. Ну, да, согласно. Сначала Саяна, теперь Сергей. Федерация в последние, там, год-два взялась работать. Работает, проводит. Турнир провели впервые за долгие годы, да. Турнир Спартака. Есть ли кто-то, вот, из молодежи, кто, вот, с вами вместе, возможно, год-два и войдет в эту вот когорту топовых спортсменов России? Ну, по женщинам у нас что-то тишина, были девочки, занимались, также в прошлом году мы ездили втроем на чемпионат. Сейчас они что-то пока подзавязали, но мне кажется, это все-таки временно. Думаю, кто-то вернется. Ну, может, и появится. По мужчинам, Сергей. Ну, возможно, вот у нас в зале есть Сережа Саитов. Хорошая фамилия для боксера. Да, перспективный боксер-тяжеловес. Я думаю, что вот сейчас он как раз готовится на турнир в Санкт-Петербурге кубок Микифора Денисова. Надеюсь, что он там хорошо выступит. Он помогает мне готовиться, я помогаю ему. И я думаю, что у него неплохие данные. Я думаю, что, возможно, он раскроется и покажет в будущем результат. То есть за этим парнем нужно понаблюдать. Хорошо, будем знать фамилия Саитова. Ну, я говорю, прекрасная фамилия для того, чтобы стать чемпионом Олимпийских игр, например. Ну, Слободянск-Казагашево тоже неплохо звучит. Ближайшие планы? Ну, я в понедельник уже улетаю на сбор по ЦСКА. А там уже, посмотрим, вызовут, либо пригласят на какие-то турниры. Поеду, буду готовиться и буду выступать. Джернии? 10 ноября улетаю тоже на сборы в город Оминск, Калужской области. Там будем готовиться к турниру международному. Также в Минске, Белоруссии, который будет проходить с 21 по 27 ноября. Пока вот туда готовимся. Вопрос вот какой. Мы вот перед записью общались с Саяной. Саяна рассказывала, как семья помогает, что ездили втроем и состоялся в дебютный выезд ребенка на старт. Расскажи, пожалуйста, немножко. А, ну, на данный чемпионат я поехала всей семьей. С мужем и с сыном. Сына у меня два годика. Хочу сказать большое спасибо моему супругу Ивану. Так как он меня поддерживал, вообще, он даже выходил со мной в ринг, секундировал, подсказывал во время боя. Ты Мерлана не брал с собой, нет? Секундировать. Нет, до Тамерлана мы нашли няню. Вот, и на время вот моих выступлений он на это время был у нянечки. А муж был со мной. Вот, поддерживал меня. Я ему очень благодарна. А после чемпионата мы уже втроем поехали в Геленджик. На служебный отдых мы поехали в Геленджик, затем в Сочи. Вот. И маленечко отдохнули. Вот вчера буквально только вернулись. Сергей, у тебя есть кто-то, кто тебя поддерживает, кто всегда смотрит? Конечно. Вся моя семья. Близкие, друзья. Пополняются ряды. Новые знакомства. Ну, мы знаем, да, ты достаточно поздно пришел в бокс во взрослом. Ну, в 16 лет. В 16-м году, да, получается? В 16-м лет. В 16-м лет, да. В 15-м году. Да, ну, результаты пошли не так давно. Вот в семье удивлены тем, что вот дошло до вот такого большого результата? Или, в принципе, они знали, что если Серега взялся, то все нормально будет? Ну, я не знаю. Это так сложно сказать. Ну, наверное, они верили в меня. И они весь этот путь мой, который я вот и сейчас прохожу, они наблюдают за ним, они присутствуют. То есть и... Я не знаю, понимают ли они, насколько это было сложно. Ну, есть кто-то главный человек, вот, который... Тебе важно, чтобы этот человек вот говорил, что ты молодец, хорошо? Ну, мне приятно, когда вся моя семья мне говорит это, так выделить там. Они все за меня очень сильно переживают и поддерживают меня. Вот у меня близкий друг, Женя, вот он, допустим, он, не знаю, он, наверное, весь вспотеет, пока я там... До боя выйду, да, я такой думаю, я там расслабленный какой-то выхожу, а он, ну, просто чуть ли не на ногах стоит там. Настолько сильно переживает мама, очень переживает, сестры, ну, все переживают, племянница. Все очень сильно переживают. У тебя, ты сам-то в семье обзаводиться еще не собрался? Да, я пока рано еще. Пока рано. Молодой. Еще хотел сказать, когда я только начинал боксом с Саянова, она уже блистала здесь уже по Хакасии, то есть она уже была... Такая очень знаменитая спортсменка, в плане бокса, наверное, самая известная, которая вот в Хакасии была. Вот это интересно так было, и вот я пришел как раз вот Николаю Федоровичу, к первому тренеру Саяны. Да. И мне тоже про нее и рассказывали, и это была тоже какая-то мотивация, я думаю, что вот интересно так вот она в сборной катается, туда попасть, посмотреть. Ну, теперь в Месси катается. Рано или поздно ты догоняешь своих кумиров, действительно. Планы вы уже рассказали, все-таки давайте подведем итог. Совсем скоро конец года. Этот год в своей карьере можете назвать самым успешным или пока еще были более успешные сезоны? Ну, на мой взгляд, год прошел неплохо. Я выступила на Спартакиаде, там взяла бронзу, вот, на чемпионате страны серебро. Я считаю, что для нынешнего года это неплохой результат, вот, и если... Что-то там отсутствие международных стартов. Да, в связи вот с этим, ну, я думаю, если в предстоящем году все-таки разрешат международные турниры, то результат будет и повыше. Сергей, самый или успешный год? Ну, у тебя в карьере есть и серебро чемпионата России. Бронза, бронза. Я повторил успех летней давности. Наверное, да, ну, с тем учетом, что я выиграл международный турнир и съездил, ну, принял участие в двух международных турнирах. И у меня был выезд до границы. Наверное, да, это успешный год. Очень тяжелый был и эмоционально, и физически. Ну, он еще не закончен. Надеюсь, что... Еще в быстрейший турнир. Как с рукой-то на турнир? Как рука сейчас? Ну, будем беречь до следующего года. Ну, получше, конечно, но все равно не в полную силу. Надо еще, то есть... Не восстановлено. Хорошо. Что ж, ребят, спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Вас поздравляем и с праздником, и с Днем народного единства. Спасибо. Мы постоянно поздравляем с Днем рождения. Потому что, да, в такую дату родиться тоже надо суметь. И, да, действительно, сложно не быть чемпионом, если ты родился в народный праздник национальный. Спасибо, ребята, что пришли. И спасибо за то, что так хорошо и ярко выступаете. И мы за вас имеем возможность порадоваться за бокс в Хакасии. Спасибо. Спасибо, что наблюдаете за нами и тем людям, которые смотрят по телевизору, читают в интернете, в новостях про нас и пишут поздравления. Им тоже большое спасибо в всей Хакасии. Спасибо, ребята. Ну, а наша программа заканчивается. Спасибо, что тоже были с вами, уважаемые зрители. Увидимся ровно через неделю в эфире канала Абакан24. Сейчас я говорю вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok